В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Роботы и виртуальный прыжок с парашютом Дмитрий Медведев посетил стенд Рязанской области на Всероссийском инвестиционном форуме в Сочи. Скупой платит дважды. Рязанка хотела купить права и сама же стала жертвой мошенников. Польза молочных продуктов под вопросом. Почти 30% молочной продукции в области является фальсификатом. В Сочи начал свою работу Российский инвестиционный форум. Главная тема форума в этом году – инвестиции в регионы. Стенд Рязанской области сегодня осмотрел премьер-министр Дмитрий Медведев. На экспозиции рязанцы показывают медицинского робота для проведения хирургических операций. Предоставляют гостям возможность совершить виртуальный прыжок с парашютом в честь столетнего юбилея училища ВДВ. Кроме того, на стенде представлена армейская беспилотная платформа «Вездеход Марс», разработанная конструкторским бюро «Аврора». По сути, это машина, на которой может быть установлено различное инженерное оборудование, необходимый инвентарь какой-то, и уже она может работать в зависимости от задач. Применяться для нужд МЧС, для нужд ВПК, доставлять какой-то груз в удаленные районы полностью в автономном режиме. Как передают СМИ, инновационные разработки рязанских инженеров заинтересовали Дмитрия Медведева. Естественно, посмотрел на наш прототип беспилотника, который Виталий представлял. Был приятно удивлен, я считаю. И мы рассказали, над чем мы уже работаем конкретно в Рязанской области в отношении такого конкретного проекта. То есть, такой разговор получился о наших перспективах, небольшой, короткий, но емкий достаточно разговор о наших перспективах, о нашем видении будущего в Рязанской области. И я считаю, оно было поддержано. Также на форуме Дмитрий Медведев вручил награды победителям конкурса «Премии развития». Среди награжденных в номинации «Бизнес-успех» и «Рязанец» директора конструкторского бюро «Аврора» Виталий Савельев. К другим темам. В России отмечают 29-ю годовщину вывода войск из Афганистана. Для советского народа эта кровопролитная война длилась 10 лет. Окончательная точка была поставлена в 1989 году, когда войска были выведены из этого государства. В Рязани память погибших почтили минуты молчания на площади генерала Маргелова. Цветы и гирлянды к мемориалу возложили участники афганской войны и родственники погибших. Это стоит дорогого. Именно в этот день вывод войск произошел. Ну, как говорится, радостно, что мы едем все домой. Это очень хороший, как говорится, день знаменитый. И мы каждый раз вспоминаем тех, кто у нас остались в Афганистане, кто не вернулся, кто погиб. Это честь для нас. И мы память эту чтим. В боевых действиях в Афганистане участвовали более трех с половиной тысяч рязанцев. 134 из них не вернулись. Уже почти 30 лет, не пропуская ни одной даты, в этот день приходят к мемориалу матери погибших, слезы на глазах которых не высушит даже такое долгое время. Ходить мы всегда. Ходим сюда. И чтем своих ребят. И никогда не забудем. И всегда будем ходить. В память о рязанцах, погибших при исполнении служебного долга в Афганской войне, школьники и студенты выпустили в небо воздушные шары красного цвета. Мастерство управления боевыми машинами десанта демонстрируют в эти дни курсанты ВДВ. Состязание по полевой выучке среди подразделений ВДВ, вооруженных новыми боевыми машинами БМД-4М, проходит на полигоне Дубровичи. Валерий Седов подробнее. Первый, первый, я центральный. По маршруту подготовительного упражнения. С выходом на рубеж стрельбы. Первый, первый, я центральный. Вперед, вперед. 15 февраля в воздушно-десантных войсках стартовал конкурс десантных взвод. Отборочные мероприятия различных этапов конкурса будут осуществляться на 10 полигонах соединений ВДВ. На полосе препятствий машина БМД-4. Экипажу предстоит преодолеть два круга, совершая маневрирование между заграждениями, проезд минного поля, а также скоростной участок, который препятствием даже не считается. По прямой дороге БМД-4 может разогнаться до 90 км в час. Самое простое и одновременно интересное испытание – это проезд колейного моста. Члены экипажа боевых машин в шутку говорят, что именно здесь получаются самые лучшие фотографии. После преодоления скоростного участка пути наводчикам-операторам предстоит показать свои навыки в стрельбе из разнокалиберных орудий. Здесь и крупнокалиберные 100-мм снаряды, и мелкокалиберные, которые все экипажи называют 30-мм. И на военном полигоне предстоит стрелять из каждого. Лучшие взводы, одержавшие победу в отборочных турах в соединениях, будут участвовать в первом в истории ВДВ состязании по полевой выучке десантный взвод на БМД-4М, который состоится в апреле 2018 года. Финальные состязания взводов на БМД-4 будут проходить под руководством командующего воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова. Сейчас на военном полигоне Дубровича проходит настоящее состязание. Экипажи каждой машины готовились к отборочным этапам не один месяц, и все нацелены на победу. В отборочных мероприятиях конкурса «Десантный взвод» принимают участие как машины, так и личный состав. Пятикилометровый марш-бросок, преодоление полосы и точность стрельбы из штатного оружия. Для десантников полоса препятствий не в новинку. По словам солдат, после долгих тренировок никакой сложности в ней нет. А настрой только на победу. В течение нескольких месяцев различные десантные взводы будут бороться за звание лучшего в профессиональной подготовке. Каждый из отборочных этапов соревнований будет длиться в течение нескольких дней. Все соревнования и все условия соревнований, все нормативы предусматривают выполнение тех упражнений, которые им потребуются в повседневной жизнедеятельности в ходе выполнения учебно-боевых или боевых задач. По словам офицеров, все этапы соревнования в этом году отличаются от прошлогодних. Если раньше все зависело от индивидуальных навыков каждого солдата, то сейчас больше от команды. Появились такие этапы, как стрельба в составе отделения и взвода. Одно из самых ярких состязаний – это стрельба из штатного оружия. На рубеже бойцы с РПГ-7. Каждый выстрел летит точно в цель, мишень поражена. В отборочных этапах принимают участие военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. По словам офицеров, соревнования проходят уже 4 года и едут защищать честь города только лучшие из лучших. И ежегодно 30% каждой команды – это солдаты 106-го полка. Именно тех, кто поедут на соревнования, станут известны только 16 февраля. Пока же остается пожелать всем удачи и напомнить девиз ВДВ. Никто, кроме нас. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. Информация на упаковке все чаще не соответствует действительности. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, грамотные покупатели все чаще и внимательнее проверяют срок годности и состав продукта. Особое внимание молочной продукции. Продолжит Ирина Ковалева. Сотрудники Россельхознадзора в течение всего года проводят мониторинг качества различных продуктов на территории Рязанской области. Мясо, рыба, мед, яйца – все то, что попадает на наш стол, проходит систематическую проверку. Отбор продукции осуществляется как у предприятий на территории региона, так и в магазинах, лечебных учреждениях, учреждениях образования и социальной сферы. Результаты таких проверок далеко не всегда радуют сотрудников ведомства. Так было установлено, что 29% молочной продукции в Рязанской области является фальсификатом. Это значит, что в их составе были обнаружены неуказанные на упаковке жиры растительного происхождения. По данным 2017 года, прошедшему, у нас есть решения судов, они официально опубликованы, то есть на сайте «Мой орбита». Без проблем можно посмотреть их. Значит, это такие молочные производители, производители молочной продукции. Это Тырновский молочный завод, Рыновский, Ухоловский молочный комбинат и производители молокоперерабатывающие в Клепяковском обновении «Опторг». Соответственно, в их продукции были установлены жиры не молочного происхождения. Что мы в первую очередь делаем, это приостанавливаем действия декларации на выпуск этой продукции. Соответственно, больше производитель не сможет по этой декларации выпускать недоброкачественную продукцию. Это что мы делаем в первую очередь. Также мы возбуждаем производство об административном правонарушении в отношении добросовестного производителя, вызываем составление протокола и все материалы направляем в суд арбитражный для принятия решения. В прошедшем 2017 году молочные продукты также стали объектом пристального внимания независимой экспертизы, которую проводили сотрудники газеты «Комсомольская правда» в Рязани. Журналисты этого издания систематически проверяют самую разнообразную продукцию, тем самым помогая рязанцам ориентироваться в продуктовом изобилии. Наши экспертизы абсолютно независимы. Нет заинтересованных лиц в этих экспертизах. Все образцы мы обезличиваем. Сначала у нас происходит закупка. Идем в магазин, покупаем, как обычные люди, как обычные рязанцы. Берем с полок те товары, которые представлены, которые нам необходимы для проверки. Эти образцы в нужном количестве. Одна-две пачки или один-два литра и несколько батонов. То есть нужное количество. Приносим в редакцию, а дальше мы перекладываем продукцию в пронумерованные пакеты или какую-то пронумерованную тару для того, чтобы не было привязанного отношения. Дальше с продукцией работают независимые эксперты. А о результатах исследований впоследствии можно узнать со страницы здания. Затем мы готовим публикацию, где все расписываем. Кто из производителей честно работает, а кто может схитрить, добавить вместо молочного жира. Пальмовое масло такое часто бывает. А в последнее время еще и говяжий жир добавляют. То есть фальсификация животными жирами сейчас распространена тоже. И практически каждое исследование выявляет недобросовестных производителей. В конце каждого года «Комсомолка» проводит подведение итогов и награждает добросовестных производителей. Так, среди лучших по результатам 2017 года отмечен Старожиловский комбинат. Качество его продукции за несколько лет проверок не изменилось. Сразу два диплома получила ООО «ЖИТО» в категории масло и сметана. А в номинации «Питьевое молоко» лучшей стала компания «Вакинская Агро». Их продукцию корреспонденты «Комсомольской правды» отправили на экспертизу впервые. В любом случае, даже если вы покупаете продукцию проверенного бренда, специалисты советуют всегда обращать внимание на маркировку. Обращайте внимание на маркировку продукции обязательно. Соответственно, если это масло сливочное, в составе должно быть пастеризованной сливки. И продукция должна быть изготовлена по ГОСТу. Ни в коем случае, если вы хотите покушать сливочное масло настоящего, не должно быть никаких растительных жиров в составе. Также немаловажную роль играет эта ценовая категория товара. То есть за 50 рублей 200 грамм масла, к сожалению, ну, сами понимаете, никто туда жиры молочные не положит, грубо говоря. У нас были случаи, когда поставлялась продукция за 17 рублей 200-граммовая пачка. Ну, сами понимаете, о каких жирах молочного происхождения может быть и те речи. Соответственно, нужно обращать на цену продукции. По данным Рязаньстата, средняя цена масла за 1 кг составляет на январь месяц порядка 450 рублей. Кстати, корреспонденты «Комсомольской правды» уже начали проводить новые исследования молочной продукции. В этот раз они проверят не только рязанских производителей. Так что следите за публикациями, почаще заходите на сайт Россельхознадзора и внимательнее изучайте информацию на упаковке покупаемой продукции. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанка хотела незаконно приобрести права и сама же стала жертвой мошенников. При этом обманул руководительницу фирмы ее же сотрудник. Женщина пожаловалась ему, что уже не первый раз не может сдать экзамен на получение водительских прав. За сумму в 40 тысяч рублей мужчина предложил ей свою помощь, но ни прав, ни денег, ни работника. Обратившись в полицию, женщина больше не увидела. Рязанка передала деньги мужчине. С тех пор на работе он не появлялся, попытки связаться с ним были безуспешны. Оперативники уголовного розыска установили, что к хищению денег причастен 34-летний рязанец. Ранее он был судим за кражу. Злоумышленника разыскали и задержали. Выяснилось, что он не мог и не собирался помогать Рязанке и рассчитывал, что мошеннические действия сойдут ему с рук, если пострадавшая постыдится обращаться в полицию. Синтетические наркотики. Их продажи и распространение уже давно вышли в интернет. Наркодилеры прибегают к простой, при этом невероятно циничной рекламе. Пишут на заборах и подъездах, как можно купить наркотик. Победить реальную наркоманию в виртуальном пространстве, а именно там сейчас больше всего распространителей, намерены рязанские кибердружинники. Молодые люди работают с апреля прошлого года, но на их счету уже несколько закрытых опасных сайтов. Они мониторят глобальную сеть и днем, и ночью, а точнее все свободное от работы время. Основная цель их деятельности – борьба с запрещенным контентом в сети интернет и просвещение в вопросах информационной безопасности. Наша деятельность началась со всем известной городской антинаркотической акции «Чистые стены», где волонтеры закрашивали надписи, расположенные на здании в городе Рязани, содержащие ссылки на сайты, на социальные сети, по которым можно было приобрести наркотические вещества. Ну и в связи с этим встал вопрос о том, а что же ссылку-то мы закрасили. Граждане ее не увидели, но сама продажа в интернете продолжается. То есть встал вопрос о том, что нужно как-то и закрывать подобные сайты или аккаунты в социальных сетях. «Кибердружина» работает с апреля прошлого года и насчитывает пять активистов. За это время им удалось закрыть более 60 каналов в мессенджере «Телеграм», 8 сайтов и 3 контакта по телефону, через которые продавали наркотики. Помимо распространения опасных веществ, кибердружинники отслеживают проявления экстремистского характера. «Хочется, чтобы в нашей стране было поменьше наркотиков, поменьше терроризма, поменьше экстремизма, детского насилия. Ну, в общем, в любом случае, как бы хотелось, чтобы наше общество было более чище, более спокойнее». Интернет прочно вошел в нашу жизнь. При этом глобальная сеть приносит вместе с собой и глобальные проблемы. Территорией одного региона охват деятельности дружинников не ограничивается. Интернет – это такая вещь, которая довольно распределена. Например, на сайте Тула могут спокойно продаваться наркотики и покупаться в той же Рязани или в другие города. Поэтому в нашем направлении нет каких-то границ конкретных определенных Рязанской области. Единственное, что мы можем, мы можем передать данную информацию в правоохранительные органы Рязани, уже непосредственно эти органы по своим каналам будут уже проводить работы. Помощь кибердружины в содействии и пресечении распространения наркотиков уже оценили и полицейские. Одним из примеров успешной деятельности отряда кибердружины в сети интернет является содействие Управления по контролю за оборотом наркотиков у МВД России по Рязанской области в выявлении лиц, распространяющих или предлагающих распространять психоактивные вещества. В случае обнаружения сайтов с рекламой продажи наркотических средств дружинники направляют информацию об этом в Управление наркоконтролем МВД России по Рязанской области. Сотрудники полиции собирают материалы и направляют в Роскомнадзор для закрытия этих сайтов. Сейчас активисты своими действиями планируют снизить смертность от передозировки наркотиками. К работе они готовы привлечь новых добровольцев. А тех, кому предложили наркотики по интернету, просят об этом сообщить. Алена Куколева, Роман Вихров, телекомпания «Город». 15 февраля – Всемирный день борьбы с детским раком. В Рязанской области ежегодно у порядка 40 детей выявляется злокачественная опухоль. Чаще всего поражается система кровотворения. По статистике, лидирующее место в детской онкологии занимает лимфобластный лейкоз. 90% маленьких пациентов излечиваются от грозного заболевания, но при условии ранней диагностики. Выявить детские онкологические заболевания на ранней стадии позволяет современное медицинское оборудование в структурном подразделении РязГМУ в Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии. Новейшие достижения в медицинской сфере сегодня позволяют говорить о том, что рак у детей перестал быть фатальным заболеванием. По данным статистики, в Рязанской области ежегодно выявляется от 10 до 30 случаев онкологических заболеваний у детей. Однако самой главной проблемой является запущенность, то есть выявление онкозаболеваний на третьей-четвертой стадии. Происходит это по большей части из-за отсутствия настороженности у родителей и у педиатров. И в этом смысле мы очень много за последние годы сделали. Существует и четко выстроена вот эта схема оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями. Трехуровневая система, начиная с кабинетов детского онколога, далее отделения либо интенсивной химиотерапии, либо онкологические отделения детские. И на третьем уровне это уже федеральные центры. На сегодняшний день главная задача научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии ранее выявление онкологических заболеваний у детей. В этом специалистам помогает новейшее оборудование и современные методы исследований. Важную роль в диагностике именно детских онкологических заболеваний играет исследование внутренних органов, которое проводится в кабинете УЗИ, оснащенном самым современным оборудованием. Кроме того, в научно-клиническом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии располагается один из самых современных рентгенологических кабинетов, оснащенный комплексом, имеющим низкую лучевую нагрузку, что особенно важно для детей. И, наконец, в центре работает современная лаборатория, в которой проводятся исследования, позволяющие на самом раннем этапе выявить целый ряд онкологических заболеваний у детей. Все это в комплексе позволяет нам достаточно своевременно и быстро выявлять онкологические заболевания и далее направлять детей уже на следующий уровень, на второй или даже, может быть, сразу на третий уровень федеральный. Нужно отметить, что структура детских онкологических заболеваний отличается от структуры заболеваний взрослых. Среди детей примерно 70% от всех заболеваний составляет острый лейкоз и опухоли центральной нервной системы. Для того, чтобы не запустить болезнь, родителям следует уделять внимание таким тревожным признакам, как резкая смена настроения у ребенка, сопровождающейся температурой, головные боли и потеря веса. Сегодня для родителей созданы специальные фильмы, в которых подробно рассказано о симптомах детской онкологии. И самое главное – помнить, онкологические заболевания у детей – это не приговор. Они успешно лечатся и в большинстве случаев ребенок полностью выздоравливает. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город». На этом у меня все. Напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до завтра, а пока хорошего завершения дня. Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 4,7% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова